Участвовали в этом не просто врачи, но и все руководство Центральной клинической больницы. Когда мы посмотрели общую активность, антиоксидантную активность лака, то она оказалась в 56 раз сильнее, чем сумма антиоксидантности каждого из компонентов. И вот это, конечно, потрясло ученых, когда они увидели, что мы можем менять скорость кровотока. За счет чего нам удалось поднять скорость кровотока на 100%. И когда я услышал, что такое гистоза, это отечность, гипертония, протеинурия, три болезни, связанные в одном организме, беременной женщине. То есть в первом триместре у них не было этой болезни. А в втором триместре вдруг появилась, а чем она чревата? Она чревата выкидышем. То есть это печальным завершением беременности. И вот понадобилась помощь. Я тогда сказал, мне важно, делали ли вы хроматограммы жирно-кислотного состава. Если делали в первом триместре, то принесите на каждую женщину эту хроматограмму. И принесите, что во втором триместре произошло, какие изменения. И тогда мы разработаем рекомендации. Мы рекомендацию разработали. Появление информации о том, что есть люди, которые не болели, никаких жалоб не было, легли спать, а утром не проснулись. Что мы выявили? И при вращении молекул кальция в ионы кальция непрерывно нарастают, то на 11 день начинается осматический процесс. И тогда через мембрану выскакивает в межрелёточное пространство вот это избыточное количество ионов кальция. И постепенно, если это продолжать достаточно долго, в течение 6 месяцев, мы научились выводить, устранять вот эти нарушения и суставы приводить в порядок. Здравствуйте, уважаемые зрители! Сейчас вы увидите потрясающее, просто уникальное видео, информацию. Смотрите обязательно с самого начала до самого конца. Каждая секунда здесь очень важна. Сейчас вы услышите интервью профессора Исаева. Кто это такой? Это доктор биологических наук. Лауреат различных премий, сотни научных статей, монографии, изобретений, более 50 патентов на изобретения. Это профессор кафедры, коллоидной химии, многое-многое другое. В советские времена с группой учёных он создавал уникальные лекарства, препараты, на создание которых государство выделяло миллиарды рублей. Более 60 лет в науке. Послушайте кратко, о чём сейчас Исаев расскажет. Как убрать мощное радикальное окислительное воздействие на организм? Как защитить себя и вывести радиацию из организма? Ведь он создал препарат, который выводит радиацию. Вот сразу после Чернобыля была поставлена такая правительственная задача, и она была выполнена. Более того, как защитить себя от гангрены и тромбозов? Но вот это касается, ну, процентов 90 населения. Он приводит примеры исследований и в Первой Градской больнице, что тогда потрясло учёных и врачей, сейчас вы услышите, о чём же идёт речь. Исследования, какие были в Центральной клинической больнице ЦКБ. Эти препараты, помимо прочего, испытывали лично врачи ЦКБ на себе. Он рассказывает о своих препаратах, как они создавались и что они делают. Как благодаря его лекарственным препаратам излечивались болезни сердца, язвы желудка. Послушайте, какие имена он называет, каких учёных, академиков, с кем он работал, сотрудничал. Очень интересная информация про кафедру педиатрии, про Московский медуниверситет, про институт питания, о проблеме здоровья беременных женщин, какую задачу они решили, как гарантировать здоровую беременность. Ещё важнейшая тема, каковы причины, оказывается, смерти во сне. Вот люди умирают во сне, и в основном причина здесь вот та, которую он объясняет. И, соответственно, как этого избежать? Как предотвратить инсульт и инфаркт? Ну и, соответственно, какова профилактика от повторных инсультов, инфарктов, у кого они были? И как восстановить суставы? Поразительная информация, как выводятся соли, кальция и прочее из организма самим же организмом. Вот что заставляет и какие процессы в основе этого лежат, это он всё подробно объясняет. Итак, наслаждайтесь. Качество, предупреждаю, не очень хорошее была запись на телефон, но уж извините, такую информацию можно послушать нужно в любом качестве, какая есть. Будьте благодарны за неё, и потом, после просмотра, напишите свой отзыв под этим видео. Скажем, названных Андреем Романовичем продуктов питания или биологически активных добавок. Когда-то они производились как лекарственные препараты, 10 лет они производились как лекарственные препараты, но потом с потерей завода как-то мы потеряли такую возможность. У нас закончилось время, скажем, лицензии на производство этих лекарственных препаратов. Мы вынуждены были перевести их в разряд биологически активных добавок в пищу. В конечном счёте, они получились в виде государственной регистрации в Роспотребнадзоре. Академик Анищенко утвердил эти продукты, и мы производим, продолжаем производить с большой эффективностью. Среди этих продуктов первыми были ИПА и ДХА. Когда-то они появились в стенах центральной клинической больницы, и академики как раз этой больницы искали пути. Почему у японцев смертность от ишемической болезни сердца, от сердечно-сосудистых заболеваний, то есть не представляет опасности, а у нас 57%. И когда они нашли в Японии ответ на эти вопросы, что это ИПА и ДХА, и стал вопрос расшифровать, что это такое. Я тогда работал заместителем директора Всесоюзного института Москового хозяйства и окинографии. Я знал, конечно, хорошо, все, что производится в океане, и какая эффективность их использования. И меня пригласили в центральную клиническую больницу, чтобы я прочитал профессорам этой больницы лекцию, что такое ИПА, что такое ДХА, что такое морские продукты, и в чем их эффективность действия. И можно ли, скажем, на врачах центральной клинической больницы провести исследования с использованием. Но эти продукты я уже производил. У меня образцы были, и я Анатолию Ивановичу Мартынову, тогдашнему главному врачу, принес эти достаточные количества, чтобы подобрать 30 человек, из числа сотрудников центральной клинической больницы, на них провести исследования, испытания. Подобрали, участвовали в этом не просто врачи, но и все руководство центральной клинической больницы. Это Анатолий Иванович Мартынов и Игорь Владимирович Мартынов. Это выдающиеся врачи, будущие академики, которые еще и дальше пошли по пути развития в медицине. То есть авторитет этих людей был велик. Мы провели, по сути, 45 дней проводили это исследование. Они по 6-8 грамм в день давали мы вот этих продуктов, и ПИА, и ДХА, и ЭКОНОЛ, и ДЭКОНОЛ. И через 45 дней провели исследование уже здоровья этих врачей. Здоровье настолько было крепким, и показатели сердечно-сосудистой системы настолько изменились, что, значит, получили мы акт широкого применения в практике лечения кардиологических больных. Вот эти ИПИА, ИПИА, и ЭКОНОЛ, и ДЭКОНОЛ. И мы начали использовать уже практические деятельности именно устранения нарушений сердечно-сосудистой системы. Но потом мы пошли дальше, и мозговое кровообращение там дотронулись, и печени, и предстательные железы, и другие направления, облитерирующие атеросклероз конечностей. Практически самым, конечно, важным было сердце, мозг, и именно облитерирующие атеросклероз конечностей. Можно ли было устранить? На самом деле мы устранили. Но из тех продуктов, которые мы перечислили, среди них есть и, значит, ЭКОНОЛ, но и есть производная ЭКОНОЛ, ЛАТОМ, и есть МАРИИНА. В период, когда мы проводили исследования, как раз началась Чернобыльская авария. Вот по результатам Чернобыльской аварии, конечно, скажем, источники омега-3 жирных кислот, это и коза пентаяновые, и коза гексояновые кислоты были использованы. Но оказалось, что крайне важно было связать радиоактивные как раз поражения этих людей, устраняющих Чернобыльскую аварию, как можно у них снизить вот это действие радиоактивных веществ. Мы создали тогда продукт МАРИИНА. Основой МАРИИНА были, это минеральный состав, пищевая клетчатка, детоксикационная деятельность, возможности связывания радиоактивных веществ. И там крайне важным стало еще такое соединение, как полученные из морских продуктов, морепродуктов, из ракообразных, хитин, хитозам. И когда мы их использовать начали, то есть эффективность МАРИИНА стала очевидной. И вовсю начали использовать вот эту МАРИИНА для того, чтобы связывать токсичные вещества и выводить из организма. В этом назначении и сегодня МАРИИНА продолжает эффективность себя проявлять. И поэтому, скажем, пользуется таким авторитетом. Но другой появился продукт, ОЛАТОЛ. Это компонент, как обладающий большой активностью для защиты от радикального окисления организма. Для того, чтобы сделать эти антиоксидантные возможности, мы использовали набор различных антиоксидантов. Ну, четыре основных антиоксиданта, которые дополнили еще СЕЛЯН. Вот это пять компонентов, которые составляют основу ЛАТОЛ, практически чем отличаются? Каждый компонент, который входит вот в этот продукт, обладает определенной активностью. Ну, скажем, лимонная кислота, аскорбиновая кислота, фосфолипиды, витамин Е и антиоксидант ЛАТОЛ. И антиоксидант еще и СЕЛЯН. Который в композиции получилось. Значит, каждый компонент выполняет свою функцию. Но при этом он обладает способностью усиливать функцию и другого компонента. Когда мы посмотрели общую активность, антиоксидантную активность ЛАТО, то она оказалась в 56 раз сильнее, чем сумма антиоксидантности каждого из компонентов, из которых сформировались антиоксиданты. И, конечно, вот эти эффективность все больше была и проявлена при исследовании. И мы нас, по сути, понимаем, что у нас появилась возможность иметь продукт, антиоксидантность которого настолько велика, что если готовить человечество уже к новому этапу развития, ну, скажем, идет сегодня этап биологического развития человека, по академику Вернадскому получается, что до следующего этапа ноосферного развития человека, это где-то он когда-то говорил, это было в 1920 году, прошло уже 110 лет. Он говорил тогда, что через 100-150 лет наступит этап ноосферного развития. Вот в этом ноосферном этапе развития необходимо будет развить мозг до такой степени, чтобы проявилось его невероятные способности выступать как компьютер, супербиокомпьютер. И для того, чтобы обеспечить вот его эффективность ноосферного этапа развития, понадобится увеличить потребление кислорода мозгом в 10 раз. Мы понимаем, что, скажем, особенность увеличения потребления кислорода приведет к тому, что увеличится число раковых больных. Потому что при таком насыщении кислородом окислительное, радикальное окисление настолько будет развиваться, что мы сможем сберечь человека от вот этого радикального окисления. И тогда появится увеличение числа раковых заболеваний. Но то, что мы сегодня уже имеем, проводили исследование. Но, скажем, что привело к тому, что к нам пришли с предложением. Когда-то мы рассматривали вопрос облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей. Что это такое? Этого в бедренной артерии появляются бляшки. Просвет сосудов сокращается. Подача крови вместе с кислородом, с гемоглобином, по сути, до нижних конечностей, чем дальше, скажем, от сердца, это пальцы ног, самые дальние. Они постепенно, значит, не получают достаточное количество крови. Пальцы холодеют. Снижается температура. Постепенно снижается температура и подошвы. Ступня вся уже недополучает кровь. Вот это сложное заболевание в конечном счете приводит к тому, что начинается гангрена и единственный выход – ампутация конечностей. И когда мы уже стали владеть способностью менять вязкость крови и за счет этого увеличить скорость кровотока, нам удалось. Вот пришли мы тогда в Первую Градскую больницу с предложением, с тем, что мы проведем такое исследование и сможем увеличить скорость кровотока. Нам удалось за 6 месяцев скорость кровотока увеличить на 100%. И вот это, конечно, потрясло ученых, когда они увидели, что мы можем менять скорость кровотока. За счет чего нам удалось поднять скорость кровотока на 100%? За счет того, что мы площадь поперечного сечения бедренной артерии увеличили на 22% за 6 месяцев. А эластичность бедренной артерии увеличили на 19%. Эти эффекты и привели к тому, что средняя скорость кровотока увеличилась на 100%. И тогда уже можно рассматривать поэтапное увеличение скорости кровотока и, соответственно, подача кислорода. Увеличить до такой степени, чтобы превратить мозг в человеческий супербиокомпьютер. Поэтому, если использовать в этом направлении антиоксиданты, мы, в общем-то, нашли рекомендации. Но когда мы осознали, что есть категория людей, которые нуждаются в очень высокой нагрузке, и это и спортсмены, и, может быть, и другая категория жителей нашей планеты, то практически можно им, для увеличения нагрузки, вот этой высокой, доводить до 8 капсул в сутки принимать. И тогда у них проявляются именно физические возможности для преодоления препятствий. Вот если использовать в этом направлении, то тогда появляется такая возможность. Ну, мы в каком-то моменте стали задумываться, скажем, появился эйкозим-10. Что мы соединили? Эйкозапентоеновую, докозагексоеновую кислоту, эйкоэнзим-Ку-10. Вот эта композиция позволила нам увеличить как раз-то возможности этих компонентов, из которых состоят вот эти капсулы, вот эти жидкости, как раз увеличить нагрузки и защитные функции организма повысить. И поэтому получилась возможность использовать ряд продуктов. Ну, скажем, когда-то на этапе своего развития мы обратились к хирургам. Язву желудка. Как ее лечили? По сути дела устраняли язву желудка хирургическим вмешательством. А мы вам предложили вариант. Мы сделали набор такой из морских продуктов, который позволяет получить молочко морское. И, по сути, этим молочком морским мы начали вносить аппликации на язвенные дефекты вместе с кафедрой хирургии 3-го МЕД Московского медицинского университета с профессором Брискиным Бенуа Семеновичем. Практически мы получились, что устранили язву желудка. Даже, например, когда мы патентовали вот эту технологию лечения язвы желудка, у нас был пример, что язва была невероятно огромного размера, диаметром 5 см. Ну, примерно меньше, чем за месяц мы устранили ее. Хотя, в общем-то, стандартные язвы, ну, примерно размер ее 7 мм, мы устраняли за 3-4 аппликации. Носили вот это молочко морское, в котором были длинноцепочные жирные кислоты и антиоксиданты. Вот этот комплекс. И к нам обратились тогда, кафедра педиатрии. Они взяли на детях. На детях чем отличается лечение язвы желудка? Язва желудка есть и у детей, есть и у взрослых. Но взрослые принимают эндоскоп. И через эндоскоп мы вносили молочко морское, которое в виде аппликации шли на покрытие вот этих язвенных дефектов. На детях этого сделать нельзя. Мы тогда придумали новый состав язвя, молочка морского. И уже дали им не в качестве аппликации, а в качестве как питье. То есть оно стало больше подходить как на молочко, но морского происхождения. И по сути мы давали по 150 миллилитров с тем, чтобы полностью желудок заполнялся. И потом детей привлекали к играм на ковре. С тем, чтобы разносить внутри желудка по всем стенкам. С тем, чтобы устранить. Но самое интересное получилось, на каком-то этапе ко мне обратились Игорь Яковлевич Коня, это академик, институт питания. Он отвечал за здоровье беременных женщин. А к ним обратились в центр гинекологии, акушерства, перинатологии. Что у них болеют беременные женщины в втором триместре. И у них появилась болезнь по названию гистозы. И вот Игорь Яковлевич Коня пригласил Людмилу Евгеньевну, профессора Мурашко. С тем, чтобы она объяснила мне, что произошло у них. Какую помощь они хотят получить от науки. И когда я услышал, что такое гистозы. Это отечность, гипертония, протеинурия. Это три болезни, связанные в одном организме беременной женщине. То есть в первом триместре у них не было этой болезни. А в втором триместре вдруг появилась. А чем она чревата? Она чревата выкидышем. То есть это печальным завершением беременности. И вот понадобилась помощь им. И я тогда сказал, мне важно, делали ли вы хроматограммы жирно-кислотного состава. Если делали в первом триместре, то принесите на каждую женщину эту хроматограмму. И принесите, что во втором триместре произошло, какие изменения. И тогда мы разработаем рекомендации. Мы рекомендацию разработали практически длинно-сыпочные жирные кислоты. Вот то, что в Айканоле есть, в Даканоле есть. Им порекомендовали по 2-3 грамма в день. В зависимости от массы тела. В течение месяца попринимать. И контролировали уже показатели уровень докозогексоэновой кислоты. Что получилось? В первом триместре уровень докозогексоэновой кислоты в плазме крови этих беременных женщин был на уровне 3,5%. А во втором триместре он снизился до 2,4%. И стало понятно, что барьер возможного или необходимого содержания докозогексоэновой кислоты был преодолен. И надо снова восстановить его. Когда мы подняли до 3,5% снова уровень докозогексоэновой кислоты за счет введения в режим питания этих беременных женщин вот этих капсульных форм докозогексоэновой кислоты, все пошло. Поэтому, когда я слышу о каких-то рекомендациях для женщин и для детей, для беременных, ну понятно, что становится. Потому что для женщин, мы скажем, устранили вот это нарушение уровня докозогексоэновой кислоты за 1 месяц, а на детях пришлось поддерживающие дозы продолжать до рождения крепких детишек. Все беременные женщины родили крепких детишек, и этот результат зафиксирован. В общем-то, исходя из этого, скажем, сегодня продолжается еще появление информации о том, что есть люди, которые не болели, никаких жалоб не было, легли спать, а утром не проснулись. Что мы выявили? Что во всех этих случаях в плазме крови не было совершенно докозогексоэновой кислоты. То есть, наряду с тем, что известно о высокой эффективности омега-3 жирных кислот, особенно морского происхождения, это длинноцепочная и козопентоэновая, и докозогексоэновая кислота. И мы уже по рекомендации написали, у здорового человека, значит, по оценке сердечно-сосудистой системы, в норме должно быть 10% хотя бы омега-3 жирных кислот. И если эти 10% снижаются до 7%, можно оценивать состояние здоровья этого человека, как ишемическая болезнь сердца. Если не снижается до 6%, то это гиперлепидемия, это дальнейшее ухудшение состояния здоровья, чревато приближающимся инфарктом миокарда. Или инсультом, если идет речь о нарушении мозгового кровообращения. Исходя из этого, можно готовить рекомендации. Практически мы, по сути, всю жизнь, мы рекомендации описали. Сейчас у нас зафиксировано, запатентовано 35 наименований продуктов питания или лекарственных препаратов, которые мы используем для того, чтобы устранять нарушения. Но, скажем, одно дело устранение, скажем, нарушений сердечно-сосудистой системы. Но часто мы встречаемся с нарушениями суставов. Отчего это происходит? По сути, в суставах откладывается отложение кальциевых солей. И мы стали искать, нельзя ли вывести из суставов вот этот избыток кальциевых солей. И мы нашли такое соединение. Мы нашли это соединение, мы получили его из чеснока. В свежем чесноке такого соединения, как АДЖН, Алицин нет. Но мы, по сути, начали синтезировать. Используя свежий чеснок, мы стали синтезировать и получать вот это соединение АДЖН-Алицин. Когда мы соединили АДЖН-Алицин с длинноспочными жирными кислотами, которые есть, скажем, в ЭК0 и в ЭК0, с этими двумя жирными кислотами, то мы получили соединение, которое мы назвали эфетол. И там по схеме, если принимать вот этот эфетол, то получается, там по схеме, скажем, 11 дней цикл идет непрерывного увеличения. Вот это количество принимаемых капсул и ЭКОНО, это эфетола. А на 11 день самую высокую дозу дать вот этой эфетола. И получается, в это время формируется, скажем, там, если в эти первые 10 дней формируются, именно, значит, процессы, диффузионные процессы усиливаются. И при вращении молекул кальция в ионы кальция непрерывно нарастают, то на 11 день начинается осматический процесс. И тогда через мембрану выскакивает в межрелёточное пространство вот это избыточное количество ионов кальция. И постепенно, если это продолжать достаточно долго, в течение 6 месяцев, мы научились выводить, устранять вот эти нарушения и суставы приводить в порядок. Ну что ж, дорогие друзья, вот вы посмотрели интервью профессора Исаева. Я полагаю, что любого человека эта информация просто должна поразить. И мы должны, я полагаю, выразить слова благодарности этому уникальному учёному и его коллегам, советским учёным, за такие открытия, такие изобретения, за такие лекарственные, по сути, препараты. Под этим видео напишите свой отзыв, комментарий, не поленитесь. Я вам оставлю ссылки очень важные, во-первых, на эти все препараты профессора Исаева. Под каждым препаратом, если подробнее там открыть информацию, под каждым, есть папочки и в том числе там есть программы, они будут добавляться периодически по тем или иным проблемам. Но почитайте информацию про каждый препарат профессора Исаева. Их всего 10. Скажу лишь последнее, что препарат Марина плюс гель Сорбент эффективность в выведении тяжёлых металлов радионуклидов за организмом возрастает. А если после этого пройти ещё программу выведения тяжёлых металлов радионуклидов с помощью грибного препарата Гриб Дождевик, но там есть целая программа из трёх грибных препаратов, состоящая, это, что называется, ну просто идеальный вариант даже для самых тяжёлых случаев. Что касается суставов, то, что говорил профессор Исаев, плюс наружнее применение геля Сорбентов, это то, что создала команда учёных Новосибирского академгородка, то есть гель глубокого проникновения, который заставляет регенерировать хрящевую ткань и межсуставную жидкость, и гарантированно лечат, например, артриты до второй стадии, это тоже прорыв. А вместе с препаратами профессора Исаева эта эффективность будет ещё выше. Ссылки на эти программы я тоже вам оставлю под этим видео. Ну а теперь досмотрите ещё две минуты, особенно те люди, кто у нас ещё ничего на нашем сайте nadgard.ru не покупал, и те люди, кто смотрит это моё видео, находясь и проживая не в России, а в других странах мира. Смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого своё здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgard.ru, посмотрите хотя бы два раздела «Отзывы» и «Новинки». Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира, от Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Всё это налажено, обо всём сказано на нашем сайте в разделе «Доставка и оплата». Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл ещё один канал на YouTube для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня YouTube-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на моё видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет – измеряйте среду обитания. Ну где вы живёте и работаете? На радон, радиацию, электромагнитное излучение. И себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на всё это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на Telegram-канал, который дублирует YouTube. Мало ли что с YouTube будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего. До свидания.